Здравствуйте, господа! Очень хороший товарищ Хулия Валера. Сегодня мы будем задавать вопросы с Кату. Я хочу вас сразу предупредить, господа, чтобы вы не волновались. Это будет все записано. Поэтому каждый из вас сможет получить запись, и вы сможете прослушать эту запись еще много раз. Я вижу, что очень, к сожалению, происходит много негативного материала. Люди слушают разные слухи, рассказывают разные вещи, которые от правды, ну, далеко, как мы от, я не знаю, от Марса. И просто я специально решил сделать такую встречу со Скоттом Эвансом, чтобы вы увидели, что это такой еще человек, который хозяин компании, решил потратить на нас время, встретиться с нами и ответить вам на все те вопросы, чтобы вам Скотта Эванс, и чтобы он представился вам сам лично. Скотт Эванс, the floor is yours. Well, I appreciate you letting me get on again. We had a good time last time, and we're continuing to press forward with the business. Looking forward to this month and really cranking things up in the new year. Thank you. Скотт сказал, что большое спасибо, что мы его пригласили на встречу с русскоязычными дистрибьюторами. Он также, как и в прошлый раз, когда первый раз мы это делали, то он получил тоже большое удовольствие, и он надеется, что, как говорится, все будет нормально. Сейчас я буду задавать Скотту, попрошу сначала, чтобы он нам немножко рассказал о компании Global One, что и как и куда мы идем, и после этого, когда он это закончит, я буду читать сначала вопрос вслух по-русски, а потом буду ему переводить по-английски, и также буду сделать с ответом. Скотт, one more time, thank you very much again. I know how busy you are, and you coming on our conference and trying to help people who live a thousand miles away from the United States and unfortunately do not speak English. So now please tell us in your own words a little bit about the company Global One, who we are. All right. Well, first of all, I wanted to jump in real quickly and just so you know, everybody on this line, that you have made Russia the second most popular country just outside, you know, past America in our entire group. So you're more than all the Spanish-speaking countries and everywhere else combined. You guys are just an amazing amount of numbers. And, Mikhail, if you want to translate that, then I'll come on and start talking about the business. Okay. Скотт только что нам сказал, что наши русскоязычные – это вторые по счету в компании самые популярные дистрибьюторы. Поэтому мы вторые по размеру количества дистрибьюторов в компании русскоязычные номер два. Это очень большой плюс для всех нас. Естественно, вам большое спасибо. А сейчас Скотт расскажет немножко о компании. Okay, Скотт. Well, one of the things that we're doing with Global One is that there is a tremendous amount of people who are looking for a better way to live their lives. There's a lot of direct sales people, network marketers, business opportunity seekers, that as excited as they are about the industry and the thought of the way the business works, there is not a business that is a long-term business plan. And that's what we're changing in this industry. В нашей индустрии, индустрии сетевого маркетинга, очень много компаний, очень много людей, которые приходят в этот бизнес для того, чтобы поменять в свою жизнь финансовое положение на долгое время. Но, к сожалению, в нашей индустрии это встречается очень редко, а в основные компании это всегда у них жизнь очень короткая. Поэтому Global One хочет это поменять, что люди, которые придут в наш бизнес, которые смогут получить финансовое, избавиться от финансовой зависимости на долгое время. All right. And there's a couple of things that we are doing different in that we start with a business first. Everything is business-oriented. And then what we do is we make it work for the direct sales network marketing community. Now, when you combine the power of a real business that runs as a capitalist business, where you are in business to make money, if you combine that with products that we will be bringing out in January, and pass that, that are completely industry changers. They'll change entire dynamics of health and disease and things of that, and water purification and things of that nature, you have an absolute winning combination. Когда компания начинает свою работу, но со взглядом на бизнес, как любой бизнес в любой стране мира, плюс это все соединяется с сетевым маркетингом, то это совсем, как говорится, совсем, как-то высказать правильно по-русски, это совсем получается новая картинка, потому что у нас будет бизнес первое, потом сетевой маркетинг, и плюс с начала января уже начнут выходить наши продукты, и о продуктах мы еще поговорим чуть-чуть позже поподробнее. ПОПОДРОБНЕЕ. В сетевом маркетинге обычно, когда люди приходят в бизнес в среднем, в компаниях, в большинство компаний, всегда нужно платить очень много денег вперед. Есть компании, где надо прийти, когда вы подписываетесь, кроме того, что надо платить каждый месяц, надо первый раз заплатить 500 долларов, где-то 300 долларов, где-то даже 1000 долларов или больше. В нашей компании вы просто выбираете свой автошип, вы все знаете, от 10 до 100 долларов, то, что вы можете рассчитывать, и в принципе эти деньги идут на продукт. И в будущем, когда начнется наша фаза номер 3, то и вы начнете получать продукт, у нас будет очень большой ассортимент продукта. И физический продукт будет, и продукт информационный, и каждый из вас может будет выбирать любой продукт, какой он только хочет. И не будет такого, что у вас только один продукт, и как прошло какое-то время, оно вам уже это надоело. У вас будет возможность выбирать и менять продукты те, которые вы хотите лично для себя. Why don't you let me know if there's any direction you'd like me to go on the next question or in an area that you'd like me to cover. Well, I'm going to ask you, maybe it's better if I'm just going to ask you the questions I have. That sounds great. I think we've got a good lead in here, so let's just start answering the questions that are specific to the group, and let's jump on from there. Okay. А теперь я начну задавать вопросы скату, которые мне пришли от наших дистрибьюторов, и я буду задавать вопросы по очереди, как я сказал, сначала по-русски, а потом по-английски. В смысле, а потом переводить для ската. Значит, первый вопрос, который, наболевший вопрос, когда планируется запустить все планы маркетинга? Okay, the first question, Scott. Everybody asking and everybody wants to know if you can tell us when you're planning to start all other marketings, because right now we only have Infinity, and when we're going to start getting Spinfinity, global pool, bonuses, founder bonuses, and so on and so forth. Yeah, what we're doing is, I'm glad that's a good question to start out with. What we have is we have the Infinity, which is the primary compensation, and one of the things that's really important to understand is that with hundreds of thousands of people in our program, and we've only really been paying commissions for, you know, in the 20-something days, there is a lot of little adjustments and minor adjustments that have to be made. Those adjustments need to be made and fixed and honed in to basically turn on the next switch, and we are there right now, so we're just days away from what we have as a fast start bonus being kicked in, and then Spinfinity will kick in very shortly after in just the next few days. So this is going to be started before December or in the beginning of December? Very beginning of December, yes. Okay. Значит, как вы все многие знаете, что наш маркетинг уже начал работать, то есть это начало работать Infinity, и Infinity начало работать буквально, может быть, где-то 20 дней. И когда в компании находятся сотни и сотни тысяч дистрибьюторов, и когда начинаются первые оплаты, очень много появляется в программе Glitches, потому что, к сожалению, программ, которая Perfect, 100% не бывает. И поэтому они пытаются удалить эти все проблемы для того, чтобы они могли запустить следующую проплату. И следующая проплата начнется платить со Fast Start Bonuses, и после этого Spinfinity. И он думает, что так как оно все идет, это все будет начнется запущено в начале. Не так, как я говорил во второй половине декабря. Это начнет запущено, будет запущено в начале декабря. Поэтому, в принципе, остались уже считанные дни, может быть, неделя, до того, как начнется работать наш маркетинг. И еще раз просто повторю уже от своей имени, что еще раз обратите, господа, внимание на то, что все эти проблемы только из-за того, что такое количество людей, и когда программа, это же не человек проплачивает, это программа делает. И, естественно, когда она начинает работать на такое количество народу, обычно делаются ошибки, разные Glitches. Поэтому это все устраняется. И это уже почти все решено. И сразу в начале декабря будет запущено все остальное. И вот что вы увидите в декабря, 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 что вы увидите в декабря already. Декабря. We will have the new website available towards sometime in December. That's the new beautiful website that has all the bells and whistles and all the features that Airways is looking for. A completely new, beautiful back office with a lot more features and marketing tools and so forth. That will be all available through December where you'll start seeing a lot more activity happening in December, getting us primed for January, where we really kick in when we have these beautiful products and these world-changing products come out. И что еще вы начнете видеть, господа, в декабре месяце начнется появляться очень много изменений. Первое, у нас будет полностью новый веб-сайт, красивый веб-сайт. У нас будет полностью новый back office с очень многими добавлениями. Будут разные инструменты в back office, которые помогут вам вести свой бизнес на интернете. Поэтому начнут происходиться большие изменения в месяце декабря. В декабре это начинает работать фаза номер три. Начнет работать все наши маркетинги и подготовка к запуску всего нового продукта, который начнется появляться в начале января. Now, Scott, I'm going to ask you the next question. But let me translate and write it. Can I just do one thing on the software? And when you're doing things of this magnitude, to give you an idea of how many calculations go on and how many precise calculations go on to make sure everything works perfectly is in the trillions of calculations happen in our computers every single day. And let me just elaborate one more thing and see how you can fill this in here. is that Microsoft, the biggest software company in the world, just came out with their Windows 8. Well, they've been working on it for years and years. They made it available just recently, and tens of thousands of bugs were found because millions of people started using it. Even though they've honed it in themselves for years, when they made it live to the population, tens of thousands of little bugs were found. It's very common. You fix them, you move forward, and you tighten it up. Okay? It's a very good point. Thank you, Scott. А что еще Scott говорит? Он просто хотел вам пример сделать с Microsoft. Но сначала я объясню, что он имеет в виду. Вы даже не представляете, потому что у нас столько сотен тысяч дистрибьюторов, и каждый дистрибьютор заходит на веб-сайт, в back-office, и они работают со своей системой, и каждый день происходит транзикция, и больше триллиона каждый день. И пример он хотел вам привести, если вы знаете, что буквально недавно Microsoft выпустила новую программу для компьютера, Windows 8. Эту программу они готовили несколько лет. И как только они ее запустили, когда начали сотни тысяч, миллионов людей работать с этой программой, было сразу же найдено 10 тысяч bugs, glitches в системе. Поэтому это нормально, чтобы вы просто понимали это, почему идет такой долгий процесс. Окей, let me ask you next question, Scott, but let me translate it in Russian. Следующий вопрос я хочу задать господину Эвенсу. Когда же будут сайты переведены на русский язык? Я понимаю, что это один из наболевших вопросов, потому что большинство из вас не говорит по-английски. И, конечно, я понимаю, когда это все будет запущено на русском языке, то будет очень большие изменения в лучшую сторону, особенно для русскоязычных партнеров. Скот, then next question, also one of the – oh, My goodness, I don't even know how to say it. The questions everybody wants to know, when the website is going to be translated in the product, especially it's the First Hour product, translated in Russian language? there, no problem. The Elements of Wealth is in the process of being translated right now into both Spanish and Russian, which is the majority of our membership between English, Spanish, and Russian. What you'll see happen, and that will be translated very rapidly moving forward. But remember, as we get into January, there'll be many more products and services available that don't need as much translation. They're more of a product-driven than a software-driven. And then I'll elaborate from there, so you want to get that out. Значит, первый продукт, Elements of Wealth, уже начали работать переводчики, и они переводят сразу на два языка. Это испанский и русский. Так что этот уже процесс начался. Конкретно, когда это будет закончено, Скату тяжело это сказать, так что пока он сказать не может, но уже наняли экспортов, которые начнут переводить первый продукт. И веб-сайт в будущем тоже будет переведена на русский язык. Но как только скоро начнутся появляться продукты, и многие из продуктов даже не нужно будет перевода, потому что вы будете это видеть на веб-сайте. Но в результате это, конечно, все будет переводиться. Все будет переводиться. И это будет переводиться. И это будет переводиться. И это будет переводиться в английском языке. И тогда мы парнемся с большим количеством трансляционных компаний в мире. Они делают почти every Fortune 500 компания here in America и around the world. Это будет переводиться. И это будет переводиться. И это будет переводиться в первую очередь. В этом году мы будем делать 10 языков. Obviously, Russian is one of them. And then, once it's all integrated, anything we change or add in the coming weeks and months after it's live will be very rapid. It'll happen within days. So instead of weeks or what have you. Окей. Окей. Когда будет запущена наша новая веб-сайт, это будет совершенно новый формат. И веб-сайт, и back-office. И это будет запущено в декабре. То тогда начнут работать переводчики над самой веб-сайт. Компания уже наняла одну из самых крупных фирм в мире по переводу на все языки мира. И наша система, наша это новая веб-сайт, и back-office, и первая страница будет переводиться на 10 языков. Естественно, первый язык это будет испанский, второй русский. Так что это уже все в процессе. Потому что ту веб-сайт, которую вы видите, ее скоро не будет. Будет совершенно новый формат. Окей, Скотт, let me ask you the next question. Yes, sir. Это маркетинг-план в слайдах, и когда он появится на сайте. Все уже хотят разобраться и иметь возможность, ну и дать нам возможность, конечно, это тоже перевести самим на русский язык, чтобы все видели и имели перед собой вот эту презентацию нашего маркетинга. Скотт, next question. It's also a lot of people been asking, because it is confusion. I do understand why, and it's okay, it's normal, but this is what I was, they want to ask you. When are we going to have a marketing plan in слайдах, you know, like a PowerPoint presentation of the old marketing, because this one will be able to translate in Russian much faster, and then a lot of confusion is going to disappear. Yes, exactly. That's, this will all happen in December. You will see a quickening, if you will. Programming, things of that nature are now what we'll call behind us. We do need to continually focus in or tweak it in, as we said. But what will happen now is that all of the next stages of the marketing materials, the website, all these type of things, and we'll have probably three different descriptions of the compensation plan. One will be an audio with a PowerPoint. One will be a completely written, where it's a very thorough written overview. And then we actually have a little, a really fun third way we're going to do it that is more of a visual as well, that's almost in a whiteboard fashion. So there will be three different ways you can review the same comp plan. So it's really easy to pass on to other people, and that all will be automatically translated as well. Thank you. Значит, компания тоже работает над тем, чтобы сделать маркетинг, и, в принципе, всю презентацию в слайдах. Это тоже появится в декабре. Это будет сделано в трех видах. Одно это будет PowerPoint-презентация, но озвученная презентация. Вторая будет просто написана, как говорится, от А до Я. И третья презентация тоже будет озвученная, это будет как клип. Поэтому это все будет сделано, и как только это будет сделано и запущено на английском языке, это сразу будет передано фирму на перевод по-русски. Так что это все будет запущено в декабре. Окей, next question. Все задают такой вопрос. Из какого расчета будут начисляться деньги по Spinfinity? И как зависит сумма, на которую проплатил партнер к полученным деньгам? Скотт, next question. Everybody sleep and dreaming about Spinfinity. Because I think for some reason a lot of people probably misunderstood, and I'm trying to explain to them, if you come in business and if you don't do nothing, you're not going to make a lot of money from Spinfinity. You will make something. But if you want to make money, you have to build it. I mean, this is just philosophy of any business. But the question I want to ask you anyway, well, they want to ask you anyway, when, how is Spinfinity going to be paying? I mean, is it going to be depending on how much people may pay a month? Or, I mean, what's going on? Yes, Spinfinity is a completely different payout system. As a matter of fact, we just, one of our marketing firms that we work with has worked with literally hundreds and hundreds of companies. When they originally saw Spinfinity, they said, this is ingenious. We have never seen anything like it in 30 years of being associated with direct sales network marketing. It's very special in the industry. And as far as how it pays, you always have to make at least one sale per month, but that can be an auto ship. Once, the same person could be your qualification from, you know, for month one, month two, month three. But in network marketing, you cannot give away things for free for nothing. You can't do that anywhere in the world. But it's a very simple qualification. One ten dollars. U.S. is all you need to have in qualifications to make you qualify for Spinfinity, Infindity and the bonus pools. Okay. На протяжении нескольких времени очень много было показано вид нашей оплаты Spinfinity в другие компании Network Marketing. Просто для того, чтобы поделиться их мнением. Естественно, скопировать этого никто не может. И все эксперты сказали, что за последние 30 лет они не видели ничего подобного, что это такой genius план. И естественно, так как в сетевом маркетинге для того, чтобы никто не может получать деньги просто так, потому что иначе это становится нелегальный бизнес, то для того, чтобы быть квалифицированным на получение деньги со Spinfinity таким же образом и со всех других планов, единственное, что от вас требуется, минимальная проплата, то есть 10 долларов. Скотт? Скотт, but can you tell us is it going to be so when somebody pays 10 dollars and somebody pays 100 dollars, of course, the person who pays 100 dollars will be able to make uttoin continuity higher percentage than somebody who makes 10 dollars, correct? Yeah, let's be clear on how that works, and it's not necessarily the $10 versus buying $100. If somebody were to bring in, let's say, three people or four people at $25, that still is equals the $100. So it's not a buy-in, it is your total dollar qualifications. And they start at $10 up to $100 is what your total dollar qualifications are. So if, for example, to make sure I understood, for example, if somebody signed up for $10 and let's say he or she brought four people and each of them paid $25 a month and somebody paid, let's say, $75 a month, but he or she didn't bring anybody, the first one will get paid more money, right? It's not where you come into the program, it's one of the five products. It's the total dollar amount. And let me change it to another product. As we come out with the bioscience products, if you get product A at $25 and you buy two of them, you have $50 in total sales. It's not that you bought the product at $25 or a total of 50. It's the total amount of dollars. Okay, I got it. You almost need to take the product out of the equation. It's a total sale. So let's – I'm just going to make it clear for you. So let's fast forward to January. And somebody wants – somebody has a friend who purchased the Elements of Wealth at $25. They have somebody who bought some of the bio products at $50. Both those combine together to give them a total sales of $75 for that month. And that's what sets the qualification. It's not the Elements of Wealth. It's not the bio product. It's the total dollars that they have sold. And that's what gets their qualifications. Okay. But I just want to make sure I understand. So let's say if I sign up in a business, it doesn't matter how much I paid. It's meant how many customers did I get. But the customer, it also can be a distributor. Yes, an affiliate who – we actually have an affiliate program. I don't want to confuse this. But the affiliate program is that – you could refer me. I don't ever buy the product. You're not going to make any dollars or commissions off me. But I refer Julio, who is very active. And as long as you're active and I – but if I go out and sell somebody, you're going to make commissions off of me. I'll make commissions. But you're not going to make – you're going to make a bonus off of me, excuse me, the matching bonus. Because I myself am not a member. But that's another legal that we always want to make sure we adhere to all of the legal rules. Here in the U.S., the rules are more strict than anywhere in the world. And if we adhere to all the rules and regulations here, then basically the rest of the world within most places around the world, it adheres to as well. Okay. I got it. I just asked a little bit more questions in English to understand how to answer this question about Spinfinity. Because раньше we thought, if, for example, if someone who has paid 10 dollars, he will get such a percent, if someone who has paid 100 dollars, he will get another percent. So, as they did, they actually did it even easier. And скоро it will be all in December. So, if someone who has paid 10 dollars a month, if someone who has paid 10 dollars a month, if someone who has paid one of our products, which will appear in the beginning of January, and he will pay 25 dollars a month, if someone who has paid 50 dollars a month, this is already equal to, that you are qualified, as if you have paid 10 dollars a month, so that they did, that even if someone who has paid 10 dollars a month, but he has no reason for any reason, he has no money, he is worried, he is not, and it is okay, So, even if someone who has paid 10 dollars a month, if someone who has paid 10 dollars a month, but if someone who has paid 10 dollars a month, and his people who have paid 10 dollars a month, he will get more commission, and even more, than someone who has paid 100 dollars a month, and no one who has paid 100 dollars a month. This is a very-very good plus for us. And, of course, more information will appear, as soon as everything will be released in December. Next question I'm going to ask. Скажите, будет, пятый вопрос мне задали, скажите, будет ли вывод денег с back-office, a global one, автоматически. Next question, excuse me, Scott. When somebody made money, and, you know, every three days, we're going to see the number of the money made in our back-office, and then if we want to pull, move those money in an e-wallet, we have to do it ourselves. Are you planning, or this is how it's going to be, or maybe you're planning to do this automatically, or maybe it's a reason people have to do it themselves? Ask me the question again. I'm not sure I understood exactly how. Okay, like, for example, let's say I made money in global one, and I have, and I go to my back-office, and I see I have so much money. Now, if I want to, if my next step, I'm going to click on the button and move my money to e-wallet. And then from e-wallet, I do whatever I want to do. The question was asked, are we going to have maybe like an automatic button, so we don't have to push as soon as somebody made money, it automatically go to e-wallet, or we have to do it ourselves? Yeah, you will need to do it yourself. It's not, obviously, you're logging in the back-office anyway, so to add, just to click one button is not a big procedure. One of the reasons being is this gets into, again, some of the very, very touchy and sensitive rules that you have that are around the networking industry, and basically just makes sure that people are adhering to the rules, and they click that they understand the rules, and they're adhering to the rules and laws, and so forth. And, obviously, it's a simple one-click. It's not, they don't need to fill out any more forms or any more information. It's just, and also, you know, if they're on vacation for a week and they come back, they just accumulate, it doesn't go away. If you go to it in three days, it doesn't go away, so it's an accumulation. Okay? Okay, thank you, Scott. Это сделано, почему каждый из вас должен сам зайти в back-office и переводить деньги в кошелек. Это, в принципе, связано с этими строгими законами и законотательствами, которые окружают сетевой маркетинг. Поэтому каждый раз, когда вы заходите в back-office и вы переводите деньги из своего back-office в кошелька, это, когда вы кликаете, это, в принципе, что вы соглашаетесь, что никаких без вашего ведома никто ничего это не делает, это вы делаете сами. Поэтому это все связано с законодательством. И, как Скат сказал, и я тоже с ним согласен 100%, тут нету никакой проблемы. Вы зашли в back-office, если вам насчитали деньги, вы их увидели, вы перевели эти деньги. Если вы уехали в отпуск, и вас месяц нету, деньги через три дня не пропадут. Как только вы зайдете в свой back-office, вы увидите, сколько денег накопилось, и нажимаете кнопку, и эти все деньги переводят в ваш кошелек. Окей, next question. Следующий вопрос. Какие первые продукты и когда их запустят? Ну, когда их запустят, нам уже сказали, это будет в начале января. Какие продукты, я сейчас спрошу. Следующий вопрос, Скат, ты уже задавал нас, что продукты появятся в начале января, но только вопрос я имею для вас, что продукты появятся в начале января? Ну, ты знаешь, что продукты появятся в начале января. Один thing we want to make sure is that the language, it gets clear. It may not be the beginning of January. It will be in January. Окей. But the products we'll have coming out is, will be announced within about a week or two because there's certain formulations, there's distribution considerations around the world, things of that nature. And then we may have some real simple online-type products that are available as well. So not everything has to be, you know, this new innovative bio stuff. What you'll see in the course of 2013 in January moving forward is when we really are truly kicking off the business because all of the software is working correctly, all the compensation is working correctly, you have the new beautiful website. So, you know, you're making commissions now, so keep building your teams because as the products start hitting, there's going to be something there for everybody. And that's where it really kicks in the high gear for people. Okay, thank you. Конкретно пока, и этому есть причина, Скат не может сказать конкретно, какой продукт выходит, но где-то через одну-две недели будет сделан анонсмент в компании, и мы все узнаем конкретно, какой продукт выйдет первый. Будет и проекты с продуктами, и будут просто отдельные продукты. Это все начнется запускать в месяце январе. Это, может быть, будет первая неделя, может быть, вторая неделя, но все начнется, все продукты начнутся запускаться в декабре, и будут продукты для всех. В смысле, чем бы вы ни занимались, какой бы продукт вам нравится или не нравится, будет такое количество продукта, что будет продукт, который понравится всем. И поэтому это очень важно на сегодняшний день для нас всех строить свою инфраструктуру, то есть свою организацию, потому что как только появятся продукты, люди начнут их покупать. И если у вас уже будет инфраструктура, то, естественно, произойдет в вашем бизнесе очень большой взрыв. И еще раз просто повторю, что анонсмент, сообщение компании, какой будет продукт первый, будет объявлено в течение одной или двух недель. Но вся информацию мы все получим в месяце декабря. Окей, next questions. Будут ли начислены комиссионные по Spinfinity за ноябрь? The next question is Spinfinity. So my understanding, it's already going to be going to get, when we're going to start getting paid for Spinfinity, we're going to be paying as of November when we start making our first payments to be qualified as the company distributors. Correct? Yeah, we're working on that right now on how to do it. But remember that the primary compensation is always about the infinity. That's your base. And then we were always going to be adding Spinfinity as the second, and then the actual bonus pool third. And also early as either this cycle or the next cycle. But the Spinfinity, because my understanding was when it's going to be starting, we will get paid for a month as of November. I mean, I just want to make sure I understood correctly. Yes, I feel sorry about that. I got a little bit of a disconnect here. Yes, so I'm not sure if we'll be going back on the Spinfinity. It's not a yes or no. I just don't have the answer for you on that. Now, also, there was a second thing that has been, we've added a new part of the compensation that even really hasn't been announced across the population yet, is we've added a fast start bonus on each product that's sold that adds to your overall commission. That, I believe, is going to even start this period or the next cycle. What that is, is an actual cash bonus for sales. But here's what's unique about our fast starts. As most fast starts only happen one time when the sale's first made, ours happens every single time a sale's made throughout the month. Right, and it's going to start, you said, in December, right? It'll start either this next pay period or the following one. Okay. Which is every three days, obviously. Okay. Значит, насчет Spinfinity мы все получим информацию опять-таки в декабре месяца. И что они сделали? Вот этот новый план, о котором я вам сообщил, кажется, на прошлой презентации, fast start bonus, его начинают платить, наверное, если они не ошибаются, если он не ошибается, потому что, к сожалению, он не программар, со следующего периода оплаты, то есть, наверное, с начала декабря. И каждый из нас еще начнет получать, особенно люди, у которых большие группы, начнут получать деньги за каждого дистрибьютора, то есть это будет экстра. Это даже получится для многих из нас, естественно, у кого есть группы в компании, больше, чем Spinfinity. А про Spinfinity конкретно мы узнаем в течение одной или двух недель. За что нам начнут платить? Опять-таки, потому что он не программа, и на все вопросы ответить тоже не может. Поэтому про Spinfinity мы узнаем конкретно, какая идет проплата, из какого числа, первая, в начале декабря. Я думаю, это будет первая, до второй недели декабря. Следующая, next question. Когда запустят, ну, travel store нам уже про это говорили, ну, я задам ему этот вопрос еще насчет travel, вопрос, когда запустят travel internet store. Скотт, you pretty much already gave me an answer about the product. Just one question again, about travel or internet store. Is it going to start in January? No, that will most likely start here in December. So travel and internet, it may start in December, correct? Yeah, that will get things kicked off. And remember what we have to do, it has to happen in stages. The underlying stage, compensation, all of those type of things, the distribution of funds around the world, all of the banking alliances we have to put in place, all that stuff has to work first. And it has to work perfectly before we start adding other layers to the cake. And that's where we are right now. We're getting to the point where all these very complicated things, remember what I talked about, trillions of calculations are being done. We are dealing with thousands and thousands of banks around the world, different currencies, merchant processing, wire transfers. It's a very, very complex system. And we're tightening all that up now. You'll see a very quick progression as we move from this stage. And just remind people, you are in at a business at the very, very beginning of a business that will be lasting years and years and years in the future. When you look back six months from now, you won't even remember that there was 30 days. I mean, we are 20 days being live. You just need to just let the system go. We want to be in business as badly as everybody else. So we want to be live too, but you can't force it. Yeah, I understand. I understand. Okay, great. Okay, travel и интернет-бизнес это все будет запущено в декабре. То есть в следующем месяце, который начинается у нас завтра. И он еще раз просто, Скотт, хочет, чтобы многие поняли, что происходит, что мы начали бизнес всего лишь 20 дней назад где-то примерно. И это такая крупная организация, и мы будем продавать, допустим, даже travel, интернет-стор. Это веб-сайты, которые люди могут зайти в любой части земного шара. Разные страны, разные языки, разные деньги. Поэтому они тоже строят инфраструктуру для того, что это могло бы все это оприходовать, чтобы проблем не было. И это занимает время. Самое главное, господа, что многие из вас через 6 месяцев, когда вы посмотрите назад, вы даже забудете об этом, что происходило в самом начале. А next question. Планируется ли открытие филиала в Global One в Евросоюзе и когда? Ну, я не думаю, что это правильный вопрос, и это преждевременный вопрос. Я, конечно, задам этот вопрос Скату, но я думаю, что это еще очень-очень рано об этом думать до того, пока ни компания не откроется, все не будет официально запущено здесь в Америке. Our next question, ask Scott, I think it's not a good time for this question, but they asked me to ask you, so I'm asking you. Are you planning in the future maybe opening up, do you really need it to open up offices in other countries, maybe Europe? Yeah, I think that's a definite it needs to be in the plans because there are so many very incredible products we'll have over the course of time that will be more efficient to have offices, local offices that are more efficient for distribution matters just also for support issues, things of that nature. So, yes, and actually what we will do is we will most likely reach out to people like yourself and the leaders to see where that needs to be and start with you guys where's the best place to be, do you have friends who have real estate, things of that nature and we work it from that level down. And while I'm thinking about it, a little bit of a different note, I know we're adding some Russian customer support so people can reply in Russian to you guys on the support tickets to step why I want to think about it. Okay. Thank you. Значит, да, это такое есть в проекте, что компания будет открывать офисы и в Европе и в других странах. Это будет, конечно, в будущем. Это зависит от того, что у нас будут такие продукты, которые нужно будет иметь дистрибьюшн в той стране, где они будут его продавать. Это нужно будет, нужно будет иметь суппорт людям в помощи в этой стране, в которой они будут продавать. Поэтому такое будет и даже он в будущем будет обращаться к нам, к лидерам, которые смогут помочь или посоветовать насчет этого. Но это все будет, это есть все в проекте, но это все на будущее. Плюс уже начинает хозяин компании искать людей русскоязычных для работы у нас здесь в Америке, в нашем офисе, что если у людей будут вопросы русскоязычных, то чтобы им могли помогать люди, которые говорят на нашем языке. Так что над этим тоже уже началась работа. И в ближайшем будущем будут взяты на работу люди русскоязычные. Next question. Какие продукты будут включаться при оплате статусов 10, 25, 50 и так дальше? Scott, this question. What product or this is probably you already gave me the answer, but this is what product people going to be able to buy by paying their out of ship like $10, $25, $50, and so on and so forth. which means let's say if we have a project I mean let's say we have travel like my understanding and correct me if I'm wrong and if I want to be in the business of travel or we have a bio product and can I spend let's say $100 a month to buy a bio product or I still have to buy our wealth product or internet business or travel. Now you this is where this is where it gets easy is that you you do what you want to do whatever fits your lifestyle whatever fits your family's safety concerns with these very you know these products you decide we don't decide for you you don't have to buy anything at the end of the day you can refer people now you you need to refer people to qualify but at the end of the day it's completely up to you of what you purchase and when you as you see the point system it's just a dollar value system so if you're if you do the the travel and as we have a product A, B, C, D, E, F, G you decide. So in other words if I want to be a platinum I can just use the $100 to buy whatever product available in a company. whatever I want In a nutshell that's exactly the way it'll work Now one more question when you said are you trying to say if somebody somebody comes in the business and they did not bought travel or they did not buy they didn't pay any money they just come to the business they sign up for free but then they went out and they recruit somebody and that somebody paid got qualified let's make that other guy qualify too Yeah I'll use yeah the example that I gave would be you referred me right even though I don't buy a product obviously there's no 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 hold on sorry to cut you off let's say let's say I refer you to the business but me personally I didn't pay nothing I didn't spend I didn't spend any penny I just signed up for free I got my link and I gave you the link and you joined the business and you bought the product okay and when that happens you get a commission okay whoever told you about it gets a commission wow and even even though I'm not practically qualified because I didn't spend anything well it's it's not about being qualified see there's a difference between there's a difference between being active and referring others that's where you're going to make your you know your big money obviously but you what we have to do in the way the rules and laws are set up is that you have to allow a person to be part of your program without forcing them to buy anything I got you I always got you yeah if I just want to be an affiliate and I want to make a commission off of the sales then I would do that now if you referred me I would be able to I would be able to refer someone but see what's going to happen is that you know unless I refer you know other people and more people I'm probably not going to have great success dollar wise where it's about you know you want to have a good balance of customers and good balance of active agents like yourselves that's where the power of the program is but what we want to provide is you we want to provide you the products and the services that you want to be buying not just because you're buying because they're good for your family that makes a lot of sense but the only thing I understand if again I'm just going to repeat myself if I sign you up in a business but I didn't pay anything and you build a business the only thing I don't get from you I'm not going to get matching bonus right ok alright let me translate we still paid commission on the sale exactly yeah I understood ok господа я вам сейчас дам такую информацию которую если вы стоите лучше сядьте потому что вы упадете потому что я только что сам чуть не упал я этого до конца сам не понимал значит первое да если вы захотите купить какой-то продукт вы можете эти деньги которые вы потратите на продукт это будет вам давать квалификацию поэтому вы не должны покупать никакого проекта когда будут продукты если будет какой-то продукт который вам нравится вы можете просто потратить эти деньги на этот продукт и получить две пользы вы получаете продукты вы получаете квалификацию первое второе это новое и это самое главное теперь если вы пришли в бизнес господа и особенно Это относится к тем людям, которые чего-то боятся, у которых финансовое положение плохое, к бабушкам, может быть, к дедушкам, и это я не имею с плохой точки зрения. Я просто говорю, как оно есть. Если вы пришли в бизнес, и, конечно, когда это уже все запущено, и уже есть продукты, и вы не проплатили свою квалификацию, ничего страшного нету, потому что если вы приведете нового дистрибьютора, и он проплатит, вы все равно получите комиссионную, вы просто не получите matching бонус. Еще раз повторю, каждый из вас, кто подписался в бизнес, если вы еще даже не проплатили, вы уже получаете веб-сайт, и эту веб-сайт, эту свою линк вы можете давать людям, вы можете ее рекламировать. Если к вам пойдут люди, и они начнут покупать продукт или проплачивать, вы с них получите комиссионные, даже если вы сами не проплатили свой статус. Единственное, что вы не получите, вы не получите matching бонус. Но, во всяком случае, вам будет легче начать учиться тому, чего вы боитесь или чего вы не знаете. Если это вас не расшевелило, господа, ну тогда извините. Следующий, next question, следующий вопрос. Почему долго не вводятся деньги, начисленные на и валы? Ну, это был глыч, я, конечно, сейчас скажу хозяину, и многим уже помогли, перевели, но, к сожалению, такое было. Опять-таки, это связано с таким большим количеством людей. Скотт, next question, it was, I know it was a glitch in the system, and some people, not everybody, of course, but some people didn't get their money transferred from the Global One back office to e-wallet. It took long days. Like today, personally, I've been talking to somebody in Russia, and I've already been talking to Angie. By the way, Angie, she's a great woman. She helped me a lot, and I want to thank her. And we were talking about it, and I had, like, in particular, one guy who was trying. He got his payment. When the company made payment first time, his payment went through. Everything was fine. But next one, I think as of November 10, he finally got it today. So it's probably a glitch, and that's the question I want to ask. I'm sure it's going to be fixed, but I want to make sure you know what's going on. Yeah, we've had a few accounts that have had that happen, and we're talking about just a handful out of hundreds of thousands, and we are not – we're trying to find out why some get held up for so long. And we're talking, you know, 10, 20 of them maybe out of 100,000. So it's a very small issue, but we're trying to find it. Some of the stuff with a global banking economy is so difficult, and that's one thing. There's no comparison I can give to people how complex the global banking process is. To bring money in, pay commissions out, get it distributed to a bank in different countries is very, very difficult. So it's probably going to happen every now and again. It's just going to be what it is. Now, I want to elaborate on – well, let's stay with that. We're continually always working to make it better. Okay, thanks. I want to elaborate on – well, let's stay with that. Yeah, I want to elaborate on – well, let's stay with that. Next question. Next question, Scott, because, you know, it is a lot of people who sign up in a global one, and they made mistakes, especially in Russia, like I'll give you an example. One lady called me some time ago. She opened up one account. She didn't get an email because she made a mistake. So she decided not to fix it but open up another account, another, and another. And at the end of the day, she opened up, like, four different accounts, and only one account is working. And people who made those mistakes, it's a lot, plus people who signed up and never did anything, didn't even sign up their e-wallet, they just left for whatever reason. When are we going to be cleaning our metric? We do it every day. Every day. So I'm talking about when are we going to be deleting those people out of the system? Well, one of the things is that people are in the system for six months. We don't want to delete somebody out who may be out of town. Maybe they're busy with work and – or they're, you know, let's just say hospitalized. We want to give a fair amount of time for somebody who gets out of the system to get out of the system. Now, this also does something else is that you don't want to bring in a powerful person below you. And all of a sudden, they talk to their other buddy and say, oh, you know what? I'm just going to kind of cancel out, and I'm going to move over and be with you. We can't allow that to happen either. So the reason we – we want to leave people in the system for a fair amount of time, but we also don't want people jumping around. So that's how it's set up, and it's in the terms of service. But six months is where they get deleted out of the system. But when a company do payout, they do – they make compressions, right? Yes. Okay. So like, for example – If somebody were to call us up or email us and say, I want to cancel my service, that gets canceled out. Okay. Then it's going to be taking out. You mentioned people who haven't necessarily activated yet. They may not know we're moving forward yet. They went off and did something else, and maybe next month someone – hey, did you know that this is live now? Oh, I didn't know. Let me go back. Let me get going. So, yeah, okay. Okay. Значит, чистка структуры. Во-первых, компрессия происходит каждый раз, когда происходит оплата. Я вам приведу пример. Если человек имеет, например, кого-то на четвертом уровне в своей матрице, и на четвертом уровне человек не проплатил, а на пятом уровне под этим же человеком кто-то есть, кто проплатил, и когда идет подсчет денег, то он автоматически переходит с пятого на четвертый уровень. Поэтому компрессия происходит каждый раз, когда происходит проплата. А чистка структуры будет происходиться раз в полгода. И почему это делается раз в полгода? Ну, первое, самое важное, чтобы люди не меняли спонсоров. Например, представьте себе, что завтра к вам пришел в бизнес большой дистрибьютор, крупный сетевик, и он открывает под вами аккаунт. И вы такие довольные, счастливые. Вдруг этот крупный дистрибьютор узнает, что его товарищ в этом бизнесе тоже. И он хочет закрыть свой аккаунт, чтобы перейти к этому товарищу, к другому. Это нечестно, это не будет нечестно по отношению к вам. Поэтому человек не имеет права открыть аккаунт, два аккаунта на одно и то же имя. Ему могут его закрыть. Поэтому чистка будет происходиться раз в полгода. И если кто-то хочет поменять спонсоров, значит он должен перестать проплачивать свой аккаунт в течение полгода. И когда этот аккаунт будет автоматически закрыт, только тогда он сможет открыть другой. Если у вас есть кто-то в группе, кто подписался, может быть ошибку произвел, не хочет работать, он может послать письмо через свой бэк-офис в суппорт, что просьба, что он хочет, чтобы его аккаунт закрыли. Тогда его закроют. А так чистка будет только раз в полгода. Еще есть вопрос. Next question. Я не знаю, если это произойдет, честно говоря, потому что это опять-таки связано с законами. Все знают, что произошло с ЗИКом. Но я этот вопрос задам хозяину. Скотт, some people still have a question. Are we ever going to have action in a company? Are you still planning for that or no? Well, that was, like we're going to have multiple, multiple products, that was just a suggested product offering. It was never the lead of their program or anything of that nature. One of the things you have to take into account is the complexity of the worldwide shipping of many, many, many different types of products and so forth. Very complex to do. Another issue is, see, the reason that Zikler was shut down, well, there's a couple of reasons, but primarily one of the main reasons they were shut down is that people were buying bids in the auction site, but nobody ever used them. See, you can't just put money into a system and never use the product or never use the service. You have to use a service. There were billions of bids bought. Less than 0.02% were ever used on bids. See, nobody cared about the bid site. So, why people are so hung up on the bid site doesn't make sense, because nobody ever made a penny from the bid site. It was just people piling in money after money, after money, after money, after money. And that's the Ponzi scheme. You can't do that. Okay. 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 It's... It's not a simple question, will be launched on the auction. All the problem is, and this is one of the problem, why Zikler was shut down, because people, the people, who participated in this program, just bought these bids, but no one of them used it. И в компании было продано миллиард битс, а потрачено денег на продукт 0.1.2%. И поэтому, когда такое происходит, это естественно нелегальное, это называется Ponzi scheme in America. И поэтому его закрыли, и у него большие проблемы связаны с криминалом. Поэтому вся проблема в аукционах в том, что люди приходят заработать деньги, они покупают битс, и никто их не тратит. А если их не тратят и не покупают продукт, откуда вы же деньги? Поэтому скат не сказал нет, но и не сказал да, так как это связано с законами Америки, поэтому конкретного ответа пока на это ответить никто не может. Следующий вопрос. Когда мы получим продукт-порошок для изменения свойства воды? У меня, кстати, тоже задают очень много таких вопросов. И когда мы получим продукт по автомобильному направлению? Скотт, one question, this also has something to do with the product, but I actually got so many emails about it, it's unbelievable. And one person even wants to buy a ton of that. You remember you were talking about that product to clean water? Yes. I have somebody in our group, her husband, I think he's a captain on a ship or something, and then she told him, like, he wants to know, he wants to get it. Yeah, it would be very, very important for somebody like that. What we want to do there is, what we want to do is let's set up a call after this, because those type of accounts will come about. And what we will be doing is that if any major purchases or anything of that nature are done, we have a process that is being developed that will make sure that everybody is compensated off a major sale like that. But obviously, that has to be handled very differently. Yeah, I understand that. But anyway, it's... Okay, so why don't we plan on talking about that and another call, but it's very important. And if anyone else has circumstance like that, we're setting up a protocol that, you know, for basically big... But this is for somebody who is big. Yeah. But what about everybody else? Are we going to be able to get this product? Yes. Oh, yes. But you don't know the date yet or when it's coming? That's a January product. January. Okay. Thank you, Scott. I'm sorry, Scott. One more thing. What about the product for a car? I guess it's in January too, right? For automobiles. Which product is that? This is something to clean inside the cars and stuff. Okay. Yeah, we have a couple. That's why I asked. That is, well, everything will start ramping up in January and in February and March. You'll just see more and more and more items hit the shelves. Okay. And we have to do it over time. You don't want to just have everything just thrown out there at one time because, you know, it just could create a shipping and all that type of stuff. But also, remember that, you know, for instance, the item you just mentioned is a one-time sale. It's not going to happen month after month after month after month. Yeah. Auto-ship programs are much more important. In other words, we have a product that will come out that you'll be able to rinse your, when you get your, bring your vegetables and your meats home, you just dip your grapes and your cantaloupe, whatever you call them there, and your chicken and all that, and it gets rid of all the salmonella and viruses, larvae, bug larvae, all that type of stuff. That is a product that people can use frequently, and it's inexpensive, and you'll want to get on an auto-ship with it. Go ahead and say that because I want to, maybe, let me elaborate real quickly. You can do the whole thing on this because it's easy to remember. Remember, we had a salmonella breakout here with cantaloupe. Eight people died, and tens of thousands have got sick and are hospitalized. And when you get salmonella, it creates a lot of problems for the rest of your life. So we have tens of thousands of people that will be ill for the rest of their life, and eight people died. If they would have simply just dipped the cantaloupe in our solution, it's just a simple little packet that you pour into your sink or a basin. You dip it in there, no need to scrub. Eight people would be alive right now, and thousands and thousands of people would have never got sick. That's how big this stuff is. Let me explain today. Во-первых, порошок для воды и продукты, которые связаны с автомобилями, с машинами, это все будет запущено в январе месяце. И самое главное, что мне попросил Скотт вам передать, потому что мне были уже такие вопросы, мне, например, позвонил человек, написал, что он хочет купить чуть ли не тонну этого порошка. Если будут у вас такие возможности и такие большие продажи или покупки, то будет у нас специальная программа для таких людей, чтобы быть уверены, что при доставке этого продукта в руки человеку, которого они порекомендовали, чтобы вы получили за это оплату. Поэтому это будет работать немножечко по-другому, особенно на такие большие количества. Но каждый из нас может в январе уже начать покупать этот продукт. Это первое. Но не это самое главное, господа. Самое главное иметь продукт, который можно покупать каждый месяц, потому что он каждый месяц вам нужен или кому-то нужен. У нас будет продукт, который вот только сейчас мне Скотт первый раз сказал, он привел пример. В Америке недавно получили отравление от Саймонелла очень большое количество людей. Я не знаю, как это сказать по-русски, но, может быть, многие из вас знают, что это такое. Саймонелла – это такая бактерия, которая в мясом. То ли мясо непрожаренное, то ли отравленное. Я не знаю, как это точно работает, но я уверен, что многие из вас знают. И вот в Америке 8 человек умерло, и тысячи людей заболели. А когда человек заболевает от Саймонелла, это у него уже проблема может продвигаться на всю жизнь. Так вот, у нас будет продукт Солюшн, такое как жидкость, которая тоже будет запущена в январе. При помощи этого продукта, если вы покупаете мясо, и вы хотите быть уверены 100%, что там нет никакой заразы, вы просто должны обмакнуть в эту жидкость и вытащить. И вы можете кушать. И если, не надо, дай бог, в этом мясе есть саймолена, бактерия эта, если вы макнули в эту жидкость, оно ее убьет, вы скушаете мясо, и у вас не будет никаких проблем. Это очень-очень сильная вещь. И последний вопрос я хочу задать. У нас, к сожалению, время не много сегодня со скатом Эванс, поэтому я буду стараться закругляться. Меня предупредили, чтобы много мы не говорили. Нам дали только час, а уже больше часа. Поедет ли кто-нибудь из компании в Россию? Я знаю про себя, что в любом случае я приеду, и уже приеду на следующий год, и обязательно встречусь со всеми нашими лидерами, то есть со всеми вами. Но самое главное, я хочу задать этот вопрос хозяину компанию, скату Эванс. Кстати, этот вопрос будет обоими. Скат, Эванс и Хулио. Скат, actually, this question is not just for you. It's for Hулио Велера and for you, and pretty much for me, too. When are we coming to Russia? Everybody wants to see you guys. We are going to be coming. Obviously, the number one project for us is what we're doing right now, and that is to get this to the point where every question that was asked on this call is running perfectly. When we get to that point, that's when we can start doing those type of things, but I think everybody wants us here doing what we're doing to make sure everything is running flawlessly. It won't be long, but you'll see a lot of progress in December and then obviously going into January, and then we can really start talking about that. And when we have our next call, I think a lot of these questions here will be answered, and there may be a couple of new ones, but they're about growing your business, about what's the next products for planning, things of that nature. So the tone will change completely from what we're talking about now to the growth and so forth of the company. Then we can definitely talk about getting over. Okay, thank you, Scott. When we're going to plan a trip to Russia, to the territory of Ukraine, it will be resolved in the next time, when we make a call to the owner of the company. Because the first thing he wants to do is to solve all these problems, and they will be called all these problems, so that everything started working well and everything was done, so that everything was done, so that there was no glitches. And you'll see that it will start to change in December. We'll see that in December. There will be a lot of changes in the future in December. when there will be a lot of new products in December, and after that we will begin to talk about it, when we come to the territory of SNG. To, that we come to the country, it's already 100%, it's already resolved, in any case, for me. And, of course, if I come to the country, I'll bring someone else to me with me, so that we all met, so that we saw who are Michael, who are Scott, who are Hulia, and, as they said, we saw each other's hands and realized that we're here, ladies and gentlemen, on many, 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 many years. Of course, there will be a lot of fun, some people who get along, all of it will be okay, our business is for everyone, but I think all of them are for me. So, if all of these difficulties will be left, I'll get into the fact that Scott Evans and Hulia Valera came to our conference, it means that these people are not true, Это настоящие люди, настоящие бизнесмены, которые хотят не просто достичь успеха в своем бизнесе, а хотят помочь вам, чтобы вы получили успех в этой компании. Ведь настоящий сетевик никогда не говорит, сколько заработал денег он. Он всегда говорит, сколько заработали денег в его группе. Поэтому я еще раз вам хочу всех поблагодарить от своего имени и от имени Ската. И то же самое я надеюсь, вы меня позволите поблагодарить Ската и Хулия от вашего имени. И на этом я буду закачивать нашу презентацию. Ската и Хулия, я хочу сказать, both of you. Я сказал всем, Хулия, что если это не для вас, то они бы не были в бизнесе, потому что вы были в бизнесе, потому что вы были в том, что я пришел в бизнес. И он сказал, «Скат, no disrespect to you. I thank you for giving me such a great opportunity for me and for people I know, and I'll be able to change many people's lives. But if Хулия не called me, I would probably never be in Global One. So, Хулия, I want to thank you, and I want to, the first moment I see you, I want to give you a big hug. Yeah, and we do the same thing. We're very thankful for him being part of the team because he's got a lot of experience, understands what needs to be done, and he knows when a program is on the right course. And we thank him just like you do, and I give him big hugs when I see him myself. Thank you. And, Scott, again, I want to thank you on behalf of every, all people, all Russian people in our group. But on my behalf, again, I want to thank you very much, and I'm just going to tell people the same thing from you, and we can end the call, okay? Very good, very good. Thank you, everyone, for me, for being so excited about the company, and you're going to see a lot of great things continuing to happen here. Yes, and also on my behalf, I'm really, I'm flattered by your words, and I'm totally, totally honored to be working with so many great leaders that we have right now, and so many future leaders that are on this call, that we just can't wait to meet and work with them, and really change people's lives in Russia and all over the world. Thank you so much. Okay, Hulia, thank you, thank you very much. Let me just translate. Я только что просто сказал, сначала я поблагодарил Hulia, потому что я хотел, чтобы знал, и чтобы Scott знал тоже, что все люди сегодня, большинство русскоязычных, в том числе и я, в компании только благодаря Hulia, потому что если Hulia мне бы никогда не позвонил и не рассказал про эту компанию, то, естественно, я в этой компании никогда бы не был. И поэтому я очень, как говорится, снимаю шляпу и преклоняюсь перед Hulia, потому что я знаю этого человека. Я знаю, кто он такой, знаю, что он такое, и что он прошел, и чего он достиг. И мне этого достаточно. Благодаря ему я познакомился с таким человеком, как Scott Evans, я познакомился с компанией Global One, я только единственное могу благодарить Бога, что он открыл мои глаза, и я увидел то, что мне было суждено увидеть. И благодаря этому многие люди из вас пришли в этот бизнес, и многие из вас станут большими лидерами, уже стали лидерами, и поменяете всю свою жизнь, я имею в виду свое финансовое положение, только в лучшую сторону. И Scott попросил мне также вам вместе с Hulia передать всем большое спасибо, что вы с нами, поблагодарить всех лидеров, которые сегодня присутствуют на этом звонке, и тех, кого нет, но которые придут позже. Как только я получу записи этой презентации, я вам сразу всем скину. Еще раз, господа, большое вам всем спасибо, и увидите, что произойдет в месяце декабрь, январь, вы не поверите своим словам, своим глазам, и даже те негативщики, как я их называю, те нытики, которые чем-то недовольны, что все-то им не так и нипочем, они все проснутся и увидят, что происходит в компании в следующие месяцы, январь, декабрь, январь, особенно, что принесет нам год 2013-й. Большое спасибо вам, господа, всем вам успеха, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!